Ну что, здравствуйте! Сегодня мы показываем вам еще один дом. И сегодня тема нашей беседы будет дизайн. Хочу вас познакомить с дизайнером, декоратором Полева Анна. Здравствуйте! Она делала, декорировала, принимала активное участие с начала стройки до конца, сдавала этот дом заказчику. Она нам расскажет о том, как сделать можно красиво и недорого, и о том, как можно сделать очень красиво и очень дорого. Ну что, пойдемте и посмотрим, что у нас получилось. Еще раз здравствуйте! Первое, что хотелось бы сказать о том, что когда человек уже выбрал деревянный дом, второй вопрос, который перед ним встает, это какие сделать стены? Даже еще до выбора стилистики. Потому что этот момент ключевой. От него, соответственно, идет весь дизайн. Здесь изначально ставила задача заказчикам, что мы оставляем деревянные стены. И поэтому я встала перед таким моментом, что нужно как-то все это объединить. Здесь в этом доме использовано много натуральных материалов. Все цвета, которые мы использовали в мебели, в отделках, они все тоже натуральные. То есть мы шли от концепции дерево плюс другие стихии. Металл, камень, вода в каком-то смысле, огонь. У нас присутствует камин интересный. Я хочу немножко как бы акцентировать кое-кое внимание, чтобы было понятно в дальнейшем. Здесь пол – это натуральный камень. Вот эта отделка стен – это тоже натуральный камень. Даже вот эта люстра. Вот видите, такой дождик, который льет на голову заказчикам. Легко построить дом 300-400 метров. Давай все в него воткнуть. А тут всего 200 метров жилой площади. И я считаю, что ты просто идеально вместила все, потому что в этом доме есть все. Мы пройдемся там по второму этажу. Здесь нет второго света, но я не чувствую, что нам давит потолок. Поэтому ты поподробнее расскажи людям, как тебе удалось так гениально воткнуть в такую небольшую площадь все. То есть, честно говоря, я был в домах и по 300, и по 400 метров, и не чувствовал себя так уютно и так просторно, как здесь. Так, все секретов не рассказывай. Хорошо. Во-первых, хотелось бы сказать, что изначально заказчик сказал, что семья у них относительно небольшая. Поэтому мы планировали основное пространство для четырех взрослых людей, плюс, возможно, приезжающие гости. Обязательно вот в этом решении объединения кухни-гостиной, потому что это дает возможность сделать большое пространство, которое полностью работает вместе. Именно это является общей зоной, в которой проводит время вся семья. Когда они друг друга видят, когда они общаются, когда они участвуют в одних процессах. Поэтому все потоки здесь так и устроены. Соответственно, на первом этаже также решен вопрос. Идет отдельно спальня, спальня-кабинет для того, чтобы гости могли разместиться. И на втором этаже чисто приватная зона для хозяев дома и, соответственно, их близких гостей, детей и так далее. Здесь высокий потолок. Опять-таки, все решено в дереве. И нет никаких, соответственно, здесь лишних акцентов. Все акценты переходят здесь на пол, потому что он светлый, он натуральный. Соответственно, здесь идут сочетания текстуры цветов. Они полностью переходят, как дорожки некие. Все оттенки дерева повторяются в других элементах отделки мебели. Еще я хочу сказать одну вещь, чтобы было понятно. Потому что легко придумывать дома, которые строятся с нуля. Ну, приходит человек, приносит свои хотелки, свои пожелания. Мы садимся за стол и начинаем все рисовать как есть. Здесь было далеко не так, потому что данный дом приобретался, как бы участок приобретался вместе уже с домом, но со стенами дома. То есть здесь был дом и была крыша. Ну, честно сказать, могу вам то, что некоторые вещи, но вообще мы не знали, как решать по той причине, что, ну, как-то вот здесь, например, лестница, да, идет лестничный проем. Есть что-то под ней. И как решить вопрос туалета, как решить вопрос, например, того же, той же котельной. Мы не знали. То есть нам приходилось уже из готового материала придумывать что-то. Есть уже, кстати, нюансы, которые в процессе мы поменяли. То есть в процессе эксплуатации, там, например, я знаю, поддон поменяли на уже строительную кабину. Я думаю, что вот эти нюансы все расскажем. Ну, где-то так. Я считаю, что ты очень здорово решила вот вопрос хова. Расскажи, как эта идея к тебе пришла? Ну, опять-таки, она идет из центральной концепции эко-дома. Все идет из натуральной палитры. Камень, его нарезка современная, дает нам уклон в современную стилистику. Его дизайн подсказывает нам весь дизайн остальной, да, в этом холле. Какой выбрать оттенок дверей, шкаф и так далее. Вот. И, соответственно, опять все это ложится на палитру дерева. Основная проблема современных домов, когда все запланировано, кроме технических помещений. Здесь мы разместили котел мощный, который работает на два комплекса. То есть, это на баню и на дом. Ну, и система очистки воды. Туалет. Был маленький, узкий, неинтересный туалет. Тут есть и душевая, есть и умывальник. По-моему, тут есть все. Давайте постучимся. Никого нет там случайно. Заходим. Мне очень нравится вот эта мебель, которую ты выбрала. Также присутствует во всей концепции интерьера. Это некая 3D-пластика, да, то есть в мебели. Ну, как в камне. Да, и камни, и как раз, опять-таки, натуральные материалы подсказали нам дизайн всего остального. Эта мебель, и мебель в холле, она сделана по моим эскизам, соответственно, также в натуральных оттенках. И вот эта вот игра нюансов, она и дает вот эту природную атмосферу. Все вот эти планы играют, и нюансы оттенков. Тоже по индивидуальному эскизу было сделано. Да, это также мой был эскиз разработан. Соответственно, это основная проблема. Как сделать интересный торец. А делали у нас наши производители? Да, наши в Подмосковье. То есть умеют? Умеют. Вот мы поднимаемся на второй этаж. Здесь мы имеем три спальни. Могу вам сказать, что это еще одно потрясающее решение, когда, особенно на втором этаже, когда деревянный санузел максимально оставили деревянным. Особое внимание. Лично мне понравилось, вот как ты решил эти вещи. Вот накрылки аккуратные. Вот в двух словах. Почему так? Ну, опять-таки, мы используем здесь натуральный мрамор, мозаиклы из мрамора. Нам нужно было только скрыть коммуникацию, поэтому поднята эта стена невысоко, и, соответственно, скрыты все коммуникации в ней. Решение сделать все так нюансно, опять-таки, идет вот из общего дизайна дома. Какой оптимальный размер спальни должен быть? Вот это всех волнует. Кто-то кричит, дайте мне 30, кто-то кричит, там мне и 10 хватит. Вот здесь, по-моему, если мне память не изменяет, метров 19, да, в этой спальне. Вот высота потолка, тоже притчево языцах. Хочу иметь высокий потолок. Вот объясните мне, пожалуйста, вот я стою, вот я лежу. Ну, кому это мешает? По-моему, мне этого потолка абсолютно достаточно. Соответственно, в этом доме как раз идет стендеральная высота дома. За счет того, что мансардный этаж, скажем так, вот, перекрытие поднято, внизу мы получили высокое пространство, да, которым ничего не давит. А здесь, соответственно, уютная спальня. Света и святы, хозяйская спальня, и я хотел бы задать тоже вопрос интересный. Как решать вопросы штор, когда окна треугольные? Здесь все есть, тут даже есть гардероб, да, вот гардеробная комната. Туалеты, ну, мнение разделено. Кто-то хочет иметь туалет у себя в спальне, кто-то нет, но я считаю, что встать и пройти 3,5 шага и зайти в туалет достаточно. Лучше сделать все комнаты. Дом 200 метров квадрат. Жилая площадь. Вот про шторы, пожалуйста. Однозначно нужны треугольные окна, потому что высокое окно, это больше света. На мансардном этаже обычно этого не хватает. Что касается обрамления в дальнейшем шторами, есть определенные сложности. Как здесь, например, представлено, шторы просто будут висеть стационарно. Комната взрослого сына. Вот мы немножко здесь решили попробовать потолочек из другого материала. По-моему, неплохо, да, то есть он своим каким-то арт-объектом выступает. Трещин на гипсокартоне я не наблюдаю. Светлая, большая комната с балконом. Я думаю, что для семьи с двумя детьми этого дома более чем достаточно. А вот как сделать его небольшим количеством мебели, небольшим количеством декора, придать ему этот вид, это должны быть профессионалы. Потому что вы просто доверьтесь и дайте им возможность себя выразить. Тогда вы получите недорого и то, что вы хотели бы. Даже то, что не хотели, о чем даже не знали. Это будет красиво и замечательно. Знаете, всегда приятно говорить о дизайнерах, которые работали в моей компании. Но в конечном итоге они выросли. И знаете, я так взял, выпустил. Она улетела. Мы все, конечно, надеялись, что вернется. Но прошло уже много лет. Она уже открыла свою компанию. И она не только знает, как надо сделать деревянный дом. Она знает, что придумать, чтобы можно было это построить. Потому что зачастую нам приносят такие идеи, которые реализовать нереально. Она это знает. Считайте, как хотите. Хотите реклама, хотите не реклама. Но то, что она делает, это очень и очень интересные вещи. Как сделать красивый и недорогой дом? Вот это вот самая сложная проблема. То есть дешево и красиво. Как это совместить? Нужно убрать все лишнее. Поэтому мы сейчас хотим донести до наших зрителей понятие пакетной архитектуры. Вот весь опыт, который у нас есть в тех или иных стилях, мы будем закладывать в некий пакет дизайна, где будут указаны отделочные материалы, доступные. Где будут указаны производители мебели, доступные. Но поставлены таким образом, чтобы это цепляло. И достаточно просто взять этот пакет, приобрести, и можно смело делать тот или иной дом или квартиру. Но это будет стоить совершенно других денег. Потому что что греха таять? Стоимость дизайнера не так дешево. Хотелось бы сказать, что Александр абсолютно прав. Нужно убрать все лишнее. То есть если вы делаете акцент, то это должен быть один яркий момент. То есть если вы выбрали, что вы делаете акцент на красивых, качественных, достаточно дорогих дверях, то в остальном можно немножко отпустить цену на остальные вещи. Надо сказать, что многие российские производители сейчас делают очень интересные вещи. Во многом перенимая опыт зарубежных товарищей, по дизайну в первую очередь. Но ничуть не уступают по качеству. Что касается света, соответственно, можно выбрать какой-то центральный элемент, допустим, красивый, яркий. Остальное нужно делать очень нейтрально. Существуют некие балансы между конечным интерьером, как он выглядит, дорого, дешево. Основной миф, что все только исключительно дорого. Это не так. Опять-таки я говорю, когда ты комбинируешь предметы, соответственно, ты берешь стул нашей любимой Икеи, то есть красивый, и его ставишь рядом с, допустим, более дорогой кухней и так далее. То есть всегда можно найти некий баланс. Мы этот баланс знаем, мы его чувствуем, можем помочь и вам. Ну, помните фильм про то, как ходили в баню? Как раз там под Новый год. И помните слова? Какая баня? У нас в доме есть ванна. В этом доме есть ванна, но это не баня. Это мужской клуб. И мы вас с него приглашаем. Вы посмотрите на тумбочку. Да здесь в каждом элементе, в каждом элементе есть глубокая-глубокая идея. Опять-таки из интересного хотелось сказать, что здесь сделан стол из цельного слэба дерева. Это кавказский дуб. Здесь очень интересно запатинированные трещины, соответственно, и просто добавленные ноги. Здесь топится с подбанника. Все почему-то хотят сделать топить из зала. Я спрашиваю, а что вы будете делать летом, когда будет жарко? Ну, в предбаннике всегда должно быть тепло. Поэтому, когда мы заходим сюда, посмотрите, липа, абаш, печка. Вот это вот очень хороший камень, которым облицовано. Это после нее талькохлорид, да, если я память не изменю? Он очень хорошо держит температуру. Я думаю, что если ее протопить, то на завтра можно просто прийти и попариться. Здесь вот подкидывается. Камешки правильные. Видите, здесь не тесно, здесь легко заниматься банными процедурами. И очень и очень уютно. Ну, соответственно, вы выходите, попадаете в душевую. Ничего такого особенного, просто душевая. Они, кстати, недорого стоят. Но, по-моему, она отвечает своим требованиям. Потолочек такой вот придумать. Взяли просто в разных направлениях, поставили, и уже все это по-другому выглядит. Но, опять-таки, все решено на ритмах. Если вы обратили внимание, в парной талькохлориде есть вставки из необработанного камня. Соответственно, они создают некую ритмическую полоску. Соответственно, то же самое присутствует на полу, когда деревянный пол, ну, имитация деревянного пола, перемежается с вставками из металлических элементов. Ну, плитки под металл. Соответственно, также вот использование слэбов в столе. И вот, если можно обратить внимание, здесь, как сделано столешнице в санузле, это также кусок кавказского дуба. Очень интересно смотрится, и просто накладная раковина. По реализации это очень недорого. Всего-навсего раковины, если мы будем покупать, вот, кстати, по реализации пакетной архитектуры, нужно просто идея, чтобы купить сюда мебель и поставить, это худо-бедно стоит, ну, там, 50-60 тысяч. А тут купили раковину, кусок дерева, и все круто. Что нужно для бани? Вот все, что здесь есть, то и нужно. Чтоб села семья, попила чай, небольшая кухня, чтобы хозяйку не гонять туда-обратно.